МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика. В студии Ольга Алексеева. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. На селе, как в городе, в районах Республики реализуются новые программы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА История народа. Чувашский национальный музей отмечает вековой юбилей. Логотип памяти. Комиссия определила победителей конкурса на лучший логотип в честь 80-летия трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В республике продолжают подводить итоги социально-экономического развития муниципалитетов за 2020 год. Глава Чувашии побывал в Шумерлинском и Красноармейском районах. Судьба китайского агропарка, создание единой базы проектов для строительства социальных объектов, эти и другие вопросы прозвучали во время встреч с жителями. С подробностями Екатерина Шиверова и Татьяна Молокова. В каждом районе свои ключевые показатели. В этом году здесь зафиксирован рекордный показатель волового сбора зерна. Отремонтировано свыше 20 километров автомобильных дорог. Серьезной реконструкцией подверглись социальные объекты, спортивная школа имени Валерия Ерды и библиотека в деревне Тарханы. Району выделили грант для подготовки ко дню республики в размере 10 миллионов рублей на развитие скверов и парков. Но надо двигаться дальше. Ставить перед собой более напряженные задачи и находить внутреннюю мотивацию для того, чтобы искать резервы и объединять усилия не только районного актива, но и всевозможных ресурсов и республиканских, и федеральных для реальных изменений в районе. Одна из проблем, требующая оперативного решения – водоснабжение и водоотведение. Эта задача будет решаться комплексно. На самом деле это важно, потому что вопросы не только водообеспечения централизованного, и для Шумиленского района в том числе присутствуют проблемы – это водоотведение. Мы готовы работать, тем более у нас главы сельского поселения тоже в одной команде, они готовы эти вопросы разрешать. Оживит экономику района строительство участка федеральной трассы М-12. Жители рассчитывают на новые рабочие места. Что касается создания животноводческого комплекса в селе Большие Алгаши, то движения в этом направлении пока нет. Перспектива реализации проекта очень туманная, я бы так сказал. На сегодняшний день нет должным образом разработанной проектно-смертной документации и нет необходимых экспертиз, в том числе экологической составляющей. Если проект все же будет реализовываться, считает глава республики, то он должен соответствовать всем правовым нормам и приносить реальную пользу населению. Екатерина Шиверова, Георгий Кривошейн, Республика. В этой спортивной школе все новое. На ремонт потратили более полутора миллионов рублей. Здесь не только укрепляют физическое здоровье, но и развивают несколько видов спорта. Деятельность спортивной школы выполняется по двум образовательным программам. Общая развивающая программа и предпрофессиональная программа. По общеразвивающим программам, вот мы сегодня видим, у нас занимаются три группы дошкольных образовательных учреждений. Три группы. Далее уже более вплотную занимаются по видам спорта спортивная борьба, вольная борьба, настольный теннис, легкая атлетика. Олег Николаев поинтересовался зарплатой тренеров. Этот вопрос поднимался на недавнем заседании Совета по реализации национальных проектов. Зарплаты тренеров? Основных тренеров зарплаты 26 тысячи 100 рублей. А в среднем районе? В среднем районе у нас включить 3-6. На федеральном уровне сейчас разрабатывается программа «Сельский тренер» по аналогии с земским доктором. Молодым специалистам, приехавшим работать в село, выплачиваются солидные средства. На них можно купить или построить собственное жилье. Этот вопрос очень часто поднимается в ходе посещения муниципальных образований, сельских территорий. Ровно об этом говорят наши главы администрации. Программы, которые показывают свою эффективность. За счет этих инструментариев легче привлекать молодых специалистов. Ну и очевидно, появление такого инструментария на российском уровне нам в помощи. Еще один социальный объект – районный детский сад. Его ремонтируют в два этапа. В прошлом году заменили окна, утеплили фасад, заменили систему водоснабжения и канализации. Но большая часть работ осталась на 2021 год. Чтобы эффективнее использовать бюджетные средства, лучше делать ремонт за один раз. Вопрос поможет решить создаваемая база типовых проектов соцучреждений с уже готовой документацией. Что касается социально-экономических итогов 2020 года, то в Красноармейском районе они радуют. Сейчас в муниципалитете зарплата выше, чем во многих других. Во время пандемии недопустили роста больных коронавирусом, снижение производительности и рентабельности производств. Выросли налоговые и неналоговые доходы района. Индексы производства сельхоз и промпродукции выше республиканских. Активно развивалось в районе и инициативное бюджетирование. В прошлом году удалось реализовать 32 проекта. Почти половина – это ремонт дорог в поселениях. В районе нет бассейна, ближайший в Цивильске и Шихазанах. Олег Николаев поддержал жителей и сказал, что после завершения экспертизы проектной документации начнется его строительство. Татьяна Молокова, Георгий Кривошейн, Республика. Чтобы поднять экономику региона, требуется перезапуск инвестиционного стандарта. Отдельная тема – развитие частных промышленных технопарков. Об этом и многом другом говорили сегодня на заседании Высшего экономического совета. Мы предлагаем в таком русле и провести наше сегодняшнее заседание. Меньше самоотчетов, меньше рассказов об успехах, а больше скрывать вопросы, которые необходимо решать. Вопросов и задач немало. Для оживления экономики необходимо разработать региональный инвестиционный стандарт. В каждом субъекте должен быть создан свой региональный инвестиционный стандарт. Ну и, соответственно, мы данную работу начинаем. Цель его, по сути, это стандартный свод правил, которые действуют для инвесторов. Он должен просто включать четкие сроки и порядки, например, сроки подключения к инфраструктуре, коммунальной, транспортной, в днях, в процедурах. И этот стандарт должен быть для всех инвесторов определенным понятием. Определенная работа в этом направлении уже ведется. В рамках реализации национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса. В каждом районе сейчас активно формируют инвестиционные портреты, готовят перечень земельных участков для потенциальных инвесторов. Восемь потенциальных площадок уже созданы. На одной из них в Мариинско-Посадском районе появится частный промышленный технопарк. Проекты для него уже готовы. Строительство очистных сооружений в городе Мариинский-Посад стоимость проекта около 300 миллионов. Открытие нового цеха по производству кабелей. Разработка проекта реконструкции набережной и строительства печальной стенки. Реализация проектов веков, связывающая нить по благоустройству и строительству из частых города Мариинский-Посад на сумму 69 миллионов рублей. Напомним, в прошлом году муниципалитет по итогам всероссийского конкурса получил 50 миллионов рублей на создание комфортной городской среды. После благоустройства исторической части город станет еще привлекательнее для туристов. Что касается частных промышленных технопарков, то сейчас идет конкурс на отбор управляющих компаний. Их специалисты будут ответственны за реализацию наиболее интересных инвест-проектов. Из федерального бюджета предусмотрены субсидии на обеспечение льготного доступа субъектам малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям. Заявки принимаются до 25 февраля. И главам муниципалитетов надо ускорить работу по привлечению организации к участию в конкурсе. На заседании обсудили возможности привлечения молодых специалистов на промышленные предприятия. Кроме хорошей зарплаты, молодежи нужно и жилье. Мы уже направили в правительство Чувашской республики предложение о субсидировании процентной ставки, даже помимо того, что банки сократили, это объем снижения, субсидирование за счет республиканского бюджета. Именно для определенных категорий работающих на промышленных предприятиях тех дефицитных профессий, тех инвестиционных проектов, которые реализуются на территории Чувашской республики. Здесь вот комплекс нужный и субсидирование под льготную ипотеку, плюс инфраструктуру. Озвученные инициативы рассмотрят на уровне правительства и сформируют проекты решения. Наталья Мальчикова, Павел Иритков, Республика. По ОТПлюс сообщила о дополнительных инвестициях в тепловую инфраструктуру Чебоксара и Новочебоксарска в этом году. Во время рабочей встречи главы Чуваши Олега Николаева, генерального директора энергокомпании Андрея Вагнера, речь шла о переходе на новую модель рынка тепла. Одной из тем стала возможность заключения концессионных соглашений с муниципалитетами. Новая модель – альтернативная котельная, подразумевающая модернизацию всего теплокомплекса, в частности, обновление трубопроводов. Но в Чебоксарске уже началась ремонтная кампания, в которую ОТПлюс только в этом сезоне намерена инвестировать порядка полумиллиарда рублей. В целом же переход на альтернативную котельную позволит вложить в модернизацию тепловой инфраструктуры Чебоксар и Новочебоксарска 18 и 3,6 миллиарда рублей соответственно. Проект рассчитан на 25 лет. Это повлияет и на ценовую политику. Не будет скачкаобразных ростов. Тем самым мы фиксируем долгосрочные параметры, понятные для нас и для потребителя. И под этот график мы бьем на себя обязательства по опережающему финансированию и выполнению мероприятий по перекладке тепловых сетей. Это, по сути, единственный же метод сегодня, ну, вернее, два, если уж теперь метода, смотрите, ценовая зонная концессия, которая позволяет что-то сделать и поменять теплосетевой часть. Олег Николаев отметил, что предпринимаемые меры позволят качественно изменить существующую систему теплоснабжения региона, сделать ее еще надежнее и эффективнее. Мы идем на этот шаг осознанно, понимая, что вот такой подход нам позволяет решить вот этот весь комплекс задач. И самое главное – обеспечить людей должным качественным теплоснабжением при понятных ценовых параметрах. Елена Гальперина, Андрей Шоклев, Республика. В Республике продолжается вакцинация от коронавируса. Списки тех, кто может получить прививку, постоянно расширяются. Здравствуйте. Вы пришли на прививку. Мы прививаем вакцина из «Путник В». У нас это единственная вакцина на сегодняшний день в нашей республике. Прививка двухкомпонентная. Первый компонент мы вам сделаем сегодня, верхнюю треть плеча, а на второй компонент нужно будет подойти через 21 календарных дней. Медработники, водители, управленческий персонал больниц – все эти люди в зоне риска. И сомнений по поводу вакцинации у них нет. Чтобы не подвергать окружающих, родных этому риску, я решил сделать прививку от ковида. После прививки чувствую себя хорошо. Под особым контролем будущие мамы. Во время беременности организм женщины подвергается гормональной перестройке и становится очень уязвимым к всевозможным вирусам. Мы уже привили шесть женщин. Прививание мы начали с прошлой недели. Все женщины, которые планируют беременность, могут подходить к нам. Они осматриваются терапевтом. Терапевт исключает все противопоказания. И после этого направляется женщина в процедурный кабинет. После прививания женщина может планировать беременность через три месяца от момента прививки. Медики подчеркивают, что заражение коронавирусной инфекцией во время беременности может негативно сказаться на плоде. Елена планирует стать мамой в этом году. По совету своего врача, она сделала прививку. Сделала ее я на прошлой неделе. Чувствую себя хорошо. И считаю, что это очень полезно для моей будущей беременности. Для того, чтобы будущий ребеночек родился здоровым и не заболел. И чтобы беременность протекала хорошо. Как правильно распоряжаться финансами и ввести в обиход безналичный расчет? Что нужно знать о кредитных программах? Как вовремя распознать мошенника? Ответить на эти и другие вопросы могут студенты Центра по подготовке волонтеров финансовой грамотности. Его организовали на базе одного из институтов Республики. Эти волонтеры станут последствием финансовыми консультантами. Они смогут оказать помощь тем, кто хочет самостоятельно разбираться во всех перипетиях денежных отношений. Освоить цифровые технологии. Наша программа предполагает предусматривать три направления в основном. Управление личными финансами, как распоряжаться. Второе направление в тех программах, которые мы используем в подготовке волонтеров. Это наличные и безналичные расчеты банковскими картами операции и мошеннистские действия при совершении операции банковскими картами. Также у нас заложены информации об учении по криптовалютам и микрофинансовым организациям. По окончании курсов ребята получат соответствующие сертификаты. И во время практики и каникул будут вести просветительскую работу среди школьников, пенсионеров и других категорий жителей. От частных вопросов до общих. Уровни индексации и выплат нуждающимся. Глава столицы Олег Кротунов провел прием граждан по личным вопросам. Учитывая эпидемиологическую обстановку, стороны общались в дистанционном формате. Формат никак не повлиял на эффективность. На некоторые вопросы ответы находились сразу же. Так жительница поселка Ольгешева Татьяна Варина обратилась с просьбой оказать содействие в установке уличного освещения рядом с домом 59 по улице Цветочная. Уличный сонарик мы не могли уже давно, просто сегодня уже и быстренько работали. Да, все поставили сегодня, должны поставить. Спасибо, мы реагировали сразу же. Как у вас там дорога? Дорогу тоже ремонтировать надо? Да, вот, вот. А что для этого нужно? Вам надо старшего по улице? Есть у вас старший по улице? Ага. Да, чтобы собрал подписи и чтобы по инициативному бюджетированию могли 15% со всей улицы денег собрать, а остальное за счет республики, за счет города. Вообще отлично. Беспокоят горожан и безопасность на дорогах. Жители улицы Хузангая просят обустроить пешеходный переход в районе перекрестка двух улиц Хузангая и Кукшумская. В этом районе туда-сюда народ ходит с детьми, матерью, детьми, ученики, и мы в старшее поколение на южный бюджет ходим. Вот срочно надо пешеходный переход. Глава города Заверия, он поднимет этот вопрос на ближайшем заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения и подключит к решению сотрудников ГИБДД. Горожане также интересовались, будет ли продолжена программа по установке детских площадок во дворах и назвали конкретный адрес – улица Ингельса, дом 13. Эти работы включат в план на следующий год. Один из жителей собрался узаконить право собственности на землю в поселке Мясокомбинатский, где уже стоит дом, и спрашивал, как это сделать. Оказывается, эта территория считается санитарно-защитной зоной, поэтому удовлетворить запрос не получится. Мы в постоянном режиме проводим встречи с нашими горожанами, несмотря даже на пандемию, в дистанционном режиме, постоянно созваниваемся. Сегодня рассмотрели около восьми обращений граждан, на половину из них сразу были вопросы решены. Часть мы записали себе на карандаш, чтобы решить в последующем. Наталья Мальчикова, Татьяна Раевская, Сергей Копеев, Республика. Сегодня в Чебоксарах простились с Алексеем Красотиным, одним из известнейших актеров русского драматического театра. Алексей Павлович Красотин прожил очень большую яркую жизнь. Он воевал на фронтах Великой Отечественной и после победы работал в театре в Польше. Чебоксара приехал в 1965 году и ровно 30 лет прослужил в русском драмтеатре. Он нам подарил галерею ярчайших образов, великолепную актерскую работу. Мы всегда будем помнить о нем и его наследие подоциклено в этом театре и вообще в театральном сообществе. Коллеги вспоминали, чаще всего он играл положительных персонажей, людей идухотворенных, способных на подвиг, честных и искренних. Алексей Красотин и сам был похож на своих героев. Был человеком благородным, возвышенным и порядочным человеком. До последних дней, а ушел Алексей Красотин на 101 году жизни, он оставался необыкновенно красивым внешне и внутренне и оставил о себе светлую память. Вековой юбилей отмечает сегодня Чувашский национальный музей. Что изменилось за это время, узнавала Юлия Важенина. От эпохи камня до наших дней в музее собрана огромная коллекция экспонатов, их более 200 тысяч. И каждый из них может рассказать что-то о нашей республике. А началось все в 1921 году. Именно тогда, после провозглашения Чувашской автономии, вырос интерес к историческому прошлому самого народа. Чтобы удовлетворить любопытство, и открыли Центральный Чувашский музей. Так он изначально назывался. Менялись названия, здания, но музей, как собирал и хранил ценные реликвии нашего народа, так и продолжает это делать. Они являются не просто музеем самым посещаемым для жителей республики, они являются методическим центром для всех музеев. Наследие древнего народа экспозиция с таким названием открывает цикл юбилейных выставок. Всего их будет 12 по одной в месяц в течение года. Кстати, именно с этнографических экспонатов музей начал свое существование, поэтому первая выставка национальных коллекций. Например, на нашей выставке есть платье, которое в учебную документацию музея значится под номером 3. Следующая коллекция будет археологическая. Будем рассказывать об уполнении естественно-исторических памятников. Ну, в общем, постараемся рассказать обо всех коллекциях и о предметах, которые очень редко появляются на выставках. У нас есть и такая категория предметов. В юбилейный год у посетителей появилась возможность прийти в музей и в будни после трудового дня. Один раз в неделю каждый филиал продлевает рабочий день на два часа. А в выходные дни в музее будут проходить разные активности – квесты, викторины и тематические экскурсии. Подрастающему поколению это, конечно, нужно. Обязательно. Как же без знания прошлого, говорят, нет будущего. Поэтому, приходя в музей, дети получают разнообразную информацию. В музее ведь они не только слышат экскурсовода, но они видят предметы вживую. Могут потрогать. И если есть какие-то вопросы, они, конечно же, получают здесь ответы. Основное событие юбилейной программы – музейный форум. В апреле республика встретит краеведов из разных уголков страны. Как музеи работают в сложных ситуациях, что такое цифровой музей и каковы перспективы комплектования фондов. На форуме специалисты обсудят все насущные проблемы отрасли. Юлия Важенина, Юрий Марков, Республика. Завершился финал всероссийского конкурса «Учитель года России». Напомним, честь республики защищал преподаватель истории столичной школы номер 45 Александр Григорьев. Вернулся педагог с новыми интересными идеями. Задания были несложные, говорит Александр. Вот только времени на общение было мало. Хотелось побольше поговорить с коллегами, обсудить новации в обучении. Сам он давно использует на уроках социальные сети. Инстаграм, ТикТок и другие ресурсы стали тем самым языком, на котором говорят подростки. Удивительно, но когда-то Александр не хотел работать учителем. Однако любовь к истории пересилила все сомнения. Мне нравится в истории то, что хорошее знание причинно-следственных связей позволяет как-то спрогнозировать, что будет в будущем. Для того, чтобы заинтересовать детей, нужно максимально любой предмет, не только историю, привязывать к жизни, то есть к современности, к каким-то бытовым элементам. У Александра есть и классное руководство. Ребята понимают его с полуслова и с удовольствием участвуют во всех начинаниях. Григорьев Александр Владимирович пришел к нам в школу сразу после студенческой скамьи, 4 года назад. Помним, какой он был и в сравнении можем сказать, каким он стал замечательным педагогом, как его любят дети, какую хорошую работу он ведет в своем классе. Это и есть призвание. Но, конечно, очень важно материальное стимулирование. В этом году молодым чепоксарским педагогам созданы особые условия. Для молодых учителей, которые впервые поступили на работу в образовательные учреждения, установлена доплата в размере 1 тысячи рублей ежемесячно. Кроме того, молодые педагоги, впервые поступившие на работу в образовательные учреждения, получают одноразово 10 должностных окладов, материальная помощь. Александр не собирается останавливаться на достигнутом в ближайших планах магистратура, участие в городских и республиканских конкурсах. Заветная мечта стать директором школы. Ольга Семенова, Алексей Зотиков, Павел Иритков, Республика. Выбрать логотип года строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей оказалось непросто. До Нового года было представлено более 50 вариантов, но конкурсная комиссия ни один не одобрила. Был объявлен повторный конкурс. Он собрал 40 работ, из них жюри выбрали три. Эти логотипы стали предметом обсуждения в нескольких школах. Эти ребята не впервые слышат о трудовом подвиге строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Более того, они сами могут многое рассказать о героических страницах того времени. Школьники участвовали в сборе воспоминаний тех, кто на рубеже 41-42 годов строил укрепления. Итогом большой исследовательской работы стали книги, проекты, интерактивные экскурсии. Не всем хватало ломов, лопат и кирк. И поэтому часто копали палками или руками, спиняли друг друга. Это было что-то страшное, это была война. Люди погибали, мерзли от холода и голода, оставаясь в земле. Но все это делалось ради победы. Враг не должен был пройти вглубь страны. Из представленных логотипов большинство учеников 59-й школы остановили свой выбор на первом варианте. Именно он, по их мнению, отражает суть событий. И мне нравится логотип номер один, потому что на нем представлены даты начала и окончания Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Это 1941-1942 год. Также хочу отметить то, что надпись «Сурский Казанский рубеж» представлена на темном фоне. Лично у меня этот фон ассоциируется с мерзлой землей, которой приходилось долбить женщинам, чтобы построить этот окоп, этот рубеж. Также слово «рубеж» написано красным цветом, цветом крови. Крови, пролитой женщинами в то время. Но последнее слово за членами жюри. Татьяна Трофимова, Николай Скворцов, Республика. И вот стало известно, именно вариант номер один назвали лучшим. Мнение школьников и профессионалов совпало. Автор логотипа Игорь Андреев. Он художник по металлу, член Союза художников России. Эта история касается, может быть, маленькой республики, но это история всей страны и вообще всего мира. Мне понравился первый. Мне очень понравился еж в букве «Ж». Это прежде всего. Второй момент. Я понимаю, что как носитель, он ближе к граффити, он ближе к состоянию нового видения. Он находится в стиле молодежном, потому что мы хотим, чтобы это прежде всего прижилось в молодых людях. Основная задача этой эмблемы, этого символа года, в то, чтобы люди, соприкоснувшись так или иначе, почувствовали отклик прежде всего в душе, в своем сердце, в своем сознании. Во-первых, величие того трудового подвига. Нам нужно обязательно отдать им дань памяти, то, что они смогли сделать и приблизить победу 45-го года. Этот логотип, он будет широко доступен для всех представителей бизнеса, для всех средств массовой информации. Его можно будет использовать на значках, на бейджиках, печатной продукции. Ну, допустим, когда газеты будут печатать статьи, посвященные сурскому и казанскому оборонительным рубежам, конечно же, все эти материалы будут проходить уже и использоваться этот логотип. То есть это и футболки, и бейсболки, и бейджи. То есть это, ну вот как в 100-летию Чуварской автономии, 550 лет города Чебоксары, как логотип, расходился на любой продукции. И украшения витрин, рекламные какие-то баннеры. Не все отходы – мусор. В этом ученики 65-й школы Чебоксар убеждены на все 100%. О том, как правильно сортировать и где можно использовать отходы вторично, ребята узнают на уроках химии и биологии. Подробности в нашем сюжете. Проект «Чистый город. Чистая школа» работает первый год, но уже дает результаты. Современными контейнерами ребята пользуются с удовольствием. Отдельно собирают пластик, бумагу и картон. Раздельный сбор мусора помогает легче переработать его. Мы хотим, чтобы в школах и в городах было очень чисто. Преимущества раздельного сбора отходов ребятам объясняют и с научной точки зрения. Например, на уроке химии изучили свойства стекла и поняли, почему его нужно сортировать, исходя из цвета. В стекле содержится песок, и что бутылки бывают разные. К примеру, в зеленой бутылке находятся оксиды металлов, поэтому они зеленые и другие, что бывают. А бывают прозрачные, где нет оксидов металла. Эти бутылки надо тоже сортировать по-разному. Большую работу ученики делают самостоятельно. Разрабатывают проекты, пишут эссе. Это мы сделали для того, чтобы дети еще и в образовательном плане получали информацию, для чего нужно собирать раздельно мусор, как это влияет на экологическую составляющую окружающего мира. Также в рамках этого проекта мы запустили подпроект «Батарейки, сдавайтесь». И с большим энтузиазмом дети подключились к этому проекту. Для того, чтобы ребята смогли оценить весь процесс, от сбора до утилизации отходов, будут организованы экскурсии в центры по переработке мусора. Сегодня в Новочебоксарске прошли республиканские соревнования по легкоатлетическому многоборью. В состязании приняли участие юные спортсмены 12-15 лет. Серьезная конкуренция, волнение и строгие судьи. В многоборье участвуют ребята со всей республики. Дисциплин, в которых нужно показать свое мастерство, несколько. На сегодняшнее соревнование заявилось 15 команд, 380 участников. Спортсмен соревнуется в двух видах. Кто-то соревнуется в беге на 60 метров и прыжки в длину, кто-то в беге на 60 и высоту. И в своей группе они выявляют сильнейших. В секторе для прыжков в длину оживленно. Самое сложное здесь выбрать правильную позицию на старте. Мне нравится прыгать, потому что у меня хорошо получается. Есть друг, который всегда занимает почти первые места. Ты на него равняешься? Хочу тоже занимать хорошие места. На беговой дорожке своя конкуренция. Марина Еремеева пришла к финишу быстрее остальных в своей группе. Бегом она занимается уже два года. Я со всех сил надеялась, чтобы пробежать первой. Пробежала первой. Обогнала в конце девочку. Как и на любых массовых мероприятиях, здесь присутствуют волонтеры. Они следят за порядком. Я сама раньше занималась спортом и решила тоже попробовать, потому что я знаю, как это тяжело получается спортсменам. Моей обязанностью входит помогать участникам. То есть сейчас я слежу, кто какой прибегает. Я слежу за порядком. Смотрю, чтобы участники не ходили по беговой дорожке, где бегают спортсмены. Подобные соревнования – пропуск в большой спорт. Тренеры наблюдают за ребятами, оценивают их перспективы. Как знать, может призерам этого легкоатлетического многоборья предстоит защищать честь нашей республики уже на всероссийских чемпионатах. Ольга Семенова, Дмитрий Салманов, Республика. Это были главные новости пятницы 12 февраля. Хороших вам выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова